Анатолий Занардович, Татьяна Фролова, ну тогда расскажите еще про свое фермерское хозяйство чуть-чуть. Ну я, можно сказать, начинающий фермер, это вот мои земли, вот там чуть больше ста гектаров с озером. Ну мы только это недавно землю получили, поэтому это начало работ. Но цель моя, вот взяв это фермерское хозяйство не для того, чтобы там вырастить 100 тонн картошки или 10 тонн яблок и продать и заработать там какие-то деньги, нет. Цель другая, я хочу на своем фермерское хозяйство в первую очередь отработать технологией промышленного получения гумуса, чтобы можно было его производить миллионами тонн, миллионами тонн. Сейчас идет уничтожение плодородных почв на планете, идет опустынивание, а здоровье биосферы это почва. На самом деле почва это иммунная система биосферы, и она практически вся убита. и это микроорганизмы, которые там живут. И для того, чтобы остановить опустынивание Китая, только Китая, где несколько сход квадратных километров, нет, 1200 километров в год квадратных опустынивается. Только чтобы остановить надо 100 миллионов тонн гумуса в год. Китая только. И у меня есть технологии, как это сделать. Я хочу их здесь отработать, и в то же время посадить сады, виноградники, ферму завести небольшую, пруды уже зарыблены, чтобы рыба была и все прочее. И как фермер вот это делать, кормить людей и свою семью. Но сверхзадача другая. И вот это очень интересует, были вот с Дубая у нас, такие даже наши грядки больше впечатлили, чем вот эти дороги. И когда помощник главного шейха Дубая поднялся на гостевой домик, и у него была помощница, они сорвали землянику и съели, они говорят, таких вкусных ягод мы никогда в жизни не ели, не пробовали. И когда они там огурец у нас сорвали, они говорят, ну какой он вкусный, он хрустящий, весь такой иголочками, а не какой-то пластмассовый магазин. Потому что мы неправильно питаемся, то, что мы едим, есть нельзя. А можно вырастить другую еду на правильную почву. И это вот моя цель.